Богу благ, аминь. Мы с Инди имели большую привилегию участвовать в Семейном исследовательском совете. Многие из вас знают Тони Паркинзе. Он часто в новостях канала Fox News и CNN. Они многое делают для семьи веры и для свободы. Тони попросил меня быть спикером на их мероприятии в Вашингтоне. Там собрались пасторы со всей страны, чтобы говорить о церкви и служении обществу, когда происходят трагедии от рук человека или природных катаклизмов. И я мог говорить перед всеми этими пасторами, что было для меня огромной честью. Среди них был Джон Бивир, Джош Макдауэлл, Кейс Отер. К тому же там был вице-президент Соединенных Штатов. Братья Беннамы, пастор Таймс Квайр, Чорч, Картер Конлон, с которым мы подружились последние годы. Там были такие скромные пасторы, как я. И для меня было огромной привилегией быть там и проповедовать, представлять нашу церковь, Христа. Открылись огромные двери. Я сидел рядом и также обедал с генералом Бойконом. Он был на CNN и Fox News, говорил о Северной Корее и прочем. Общаться с такими людьми было для меня огромной честью. Кстати, мы были в Музее Библии, и я под впечатлением. Там был Музей Сотворения, Ковчег и Музей Библии. Здорово, когда христиане такие вещи делают. Это потрясающий расширенный музей. Я был впечатлен этим музеем. Лучший музей, в котором я был в жизни. Мы провели там три часа и едва успели посмотреть основные экспонаты. Вы знаете, как это бывает. Заходишь, идешь по залу, а там еще зала в пять. Но и это еще не все. Синди хотела, чтобы мы сходили к разным мемориалам. Мы остановились в отеле Хаят и хотели просто пройтись. Прогулка оказалась долгой. Синди предложила пройтись пешком до Арлинтонгского кладбища. Мы не знали, что делаем. Но пешком перешли мемориальный мост. Это был мост размером с мост Миссисипи. На полпути я чувствовал себя как бездомный. На нас все гладели из машин. Это было забавно. Пожалуй, я покажу вам сегодня несколько фото. Мы увидели очень много. Там был самый высокий на то время обелиск, стоящий в центре Вашингтона. Разумеется, вьетнамский мемориал. И меня порадовало то, что я увидел там очень много детей. Итак, поехали. Мы видели мемориал Авраама Линкольна. А вот он. Далее обелиск, о котором я вам уже говорил. Он просто огромный. Сами смотрите. Я рад, что дети могут понять, какую цену заплатили наши воины, чтобы мы имели такую страну. Также мы видели мемориал Второй мировой войны. Не только вьетнамской, но и Второй мировой войны. И то, что вызвало у меня бурю эмоций, это, конечно же, Арлингтонгское кладбище. К такому я не подготовил себя морально. Когда мы подъехали, я просто расплакался. Я осознал, как много жизней было положено за нас. Эти люди так многое сделали для нас. Вы должны понять, что это Божьи служители. Правительство — это меч Божий, цель которого убедиться, что добро под защитой и зло наказано. Это Божьи принципы. И когда я смотрю на это кладбище, то думаю, как мы можем просто делать барбекю? Мы не вспоминаем, что было сделано ради нас. Эти мемориалы и многие другие построены для того, чтобы мы, последующие поколения, не забывали жертву, заплаченную за наши жизни и за наши свободы. Они погибли, чтобы мы жили. Они погибли, чтобы мы с вами могли жить. В Евангелии от Иоанна 15 главе 13 стихе сказано, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Эти ребята отдали свою жизнь за нас, хотя они даже и не знали нас. Они погибли за тех, кто их ненавидел, и терпеть не может то, что они делают. Но они отдали за них свои жизни». Люди, которые служат в армии, чтобы мы с вами были под защитой, чтобы могли быть на этом месте, это совершенно особые люди. Мемориалы призваны напоминать нам об их подвиге. На протяжении всей Библии мы видим признаки, традиции и знамения, указывающие на то, что Бог совершил для нас. К примеру, радуга. О чем напоминает нам с вами радуга? Уж точно не о гомосексуализме. Она напоминает нам, что Бог обещал больше никогда не посылать на землю потоп по своей милости и благодати. «День покоя и поклонения». Бог задумал субботу. Он создал нас таким образом, что нам нужно перезаряжать свои батарейки. Мы должны отдыхать и обновлять силы. Но не только обновлять свои силы, но уделять время, как вы сегодня, тому, чтобы поклоняться Богу. Двенадцать камней, установленных по ту сторону реки Иордан, были мемориалом того, что делал Бог. И, конечно же, написанное Слово Божие. У мемориала Авраама Линкольна, можно найти его записанную речь, которую он произнес в Геттесбурге. Он сказал, что люди забудут его слова, но не забудут то, что они сделали. На самом деле люди забыли бы подвиг этих людей, если бы не его слова. Вы понимаете? Поэтому его слова увековечены в камне. Также и Бог произнес слова, и они были записаны для нас, чтобы мы их не забывали, чтобы мы не забыли, кто он и что он сделал для нас. Итак, записанное Слово Божие. Следующий признак — это медный змей. Это знак, призванный напоминать людям о том, что Бог исцелял Свой народ. Когда они смотрели на медного змея. Иудейские праздники, День Искупления, Пятидесятница, Праздник Куща и многие другие. Все эти праздники были установлены, чтобы напоминать народу о Боге, сотворившем нас. Сотворив нас, Он знал, что нам нужен будет День Покоя. Бог знал, что нам нужно напоминать о важных вещах, потому что иначе мы просто забудем. Он знает, какие мы. И еще одно знамение — это крещение. Обрезание в знак того, что ты в Завете с Богом. Песок известен нам в Новом Завете как причастие. Следующий знак — это крест. Крест. Безусловно, крест является также знамением для нас, напоминающим нам о том, что Иисус совершил для нас на кресте. Все эти традиции и знамения призваны служить напоминанием народу Божьему. Какие-то из них актуальны для нас и сейчас, а какие-то были предназначены для какого-то периода времени. 12 камней уже смыты водой с берегов Иордана, они служили напоминанием тогда. И также медный змей, он был актуален в тот период времени. Хотя есть знамения, актуальные и сегодня. Я хочу показать вам одно местописание. Во втором послании Фессалоникицы. Тут сказано «Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Эти традиции и предания были переданы нам, и нам очень важно их придерживаться. В частности, о том, что в последние дни будет делать Антихрист. Он даже будет творить чудеса и знамения с позволения Бога. Он говорит о том, что если мы не будем держаться преданий, не будем серьезно относиться к тому, что было сказано, то поддадимся обольщению врага. Мы должны крепко придерживаться этих преданий, чтобы враг не смог нас обмануться. Некоторые знамения касались всей Библии. Давайте посмотрим знамения, которые актуальны в Новом Завете. Радуга все еще актуальна. Бог обещал никогда не посылать потоп на землю в качестве наказания. День покоя и поклонения все так же актуален. В этот день мы ходим в церковь. Это день для семьи, для отдыха, для поклонения Господу. В этот день мы вспоминаем, что живем для Него. Мы поклоняемся Ему и отдыхаем телом. Слово Божие, оно первостепенно в нашей жизни. Библия говорит не хлебом единым жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих. Слово Божие очень важно для нас. Мы должны его читать каждый день. Мы должны питаться Словом. Наш Дух нуждается в нем ежедневно, чтобы оживлять нас. Крещение. Крещение очень важно. Если вы еще не крестились, когда уверовали, то вам важно принять крещение. Кто помнит момент, когда вы крестились в Иисуса Христа? Это удивительное и простое действие, но Бог призвал нас это делать. Обрезание по-прежнему актуально. Но это уже не обрезание плоти, но обрезание сердца. В Ветхом Завете, имея обрезание крайней плоти, ты мог доказать, что ты — Божие дитя. Стоило лишь показать свою крайнюю плоть. Теперь же это — обрезание сердца. Это уже не так легко. Не просто, будучи ребенком, ты был обрезан и все. Ты должен сам принять решение следовать за Христом. Дух Святой обрезывает наше сердце. Что является доказательством? Твоя жизнь меняется. Я говорю людям, если вы произнесли молитву, но ваша жизнь не меняется, то что-то здесь не так. Потому что когда Бог обрезывает сердце, плоть удаляется. В жизни должны быть перемены. Вы теперь идете в другом направлении. Ну и, конечно же, крест. Это удивительный символ. Ранее церковь не рассматривала крест как то, что мы ставим на могилы. Когда находили дома, где собирались самые первые христиане, то в них можно было найти каменные кресты. Они использовали крест как свой символ. И, конечно, рыбка тоже была их символом. И крест, и рыбка — это символы христианства. Мы говорили о таком прекрасном символе, как крест. Он напоминает нам о самом главном событии. Поэтому я люблю носить крест. И когда я прохожу какие-то трудности, я беру крест в руки, и он напоминает мне о моей победе. Мы победители во Христе. Крест — это не символ поражения, это символ победы. И, конечно же, у нас есть причастие. Причастие крайне важно для нас. Если мы опять же посмотрим на раннюю церковь, даже исходя из книги «Деяний», мы увидим, что в центре их служения было причастие. Причастие указывает на самое главное — на Иисуса. Кто-то находит отговорку тому, чтобы принимать причастие каждую неделю, говоря, что постепенно теряется его значимость. Но почему тогда мы каждую неделю поем псалмы? Почему мы молимся каждый день? Почему каждый день читаем Библию? Разве утратит это свою значимость? Мы каждую неделю собираем пожертвования. Мы много чего делаем каждый день или каждую неделю. Но благодаря нашим живым отношениям с Иисусом значимость этого не теряется. Поэтому я не поддерживаю склонность протестантов отойти от ортодоксальной или католической традиции регулярного причастия. Это шаг в неверном направлении. Причастие — это то, что все церкви по всему миру должны делать всегда. Вот что Павел сказал нам по этому поводу в первом послании к коринфянам. 11 глава, 2 стих. Кстати, те, кто согласен, что причастие необходимо нам всегда, каждую неделю и каждый день, я хочу услышать от вас ваше громкое аминь. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я и передал вам. Он передал предание о причастии, и он не призывал принимать его раз в год, но всякий раз, когда они собираются. Они праздновали Пасху раз в год, но каждую неделю принимали причастие как минимум. Они вспоминали Иисуса. Он в центре причастия. Причастие касается Иисуса. И мы посмотрим с вами далее. 11 глава, 23 стих. Причастие — это не когда вы вспоминаете ваши грехи, но это о том, что Бог сделал с вашими грехами. Могу я услышать аминь? «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он принял от Господа, чтобы передать нам. Что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимы, сие творите в мое воспоминание». Послушайте, в центре причастия Иисус Он не сказал «Вспоминаете себя и свои дела». Он сказал «в мое воспоминание». Принимая причастие, мы вспоминаем о Нем. Итак, мы продолжаем читать «Также и чашу после вечери» и сказал «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Сие творите» Он дает им традицию «когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вы делаете это в мое воспоминание, и этим вы возвещаете всем вокруг о том, что я совершил. Принятие причастия — это Евангелие. Причастие — это и есть Евангелие. И вы должны понимать, что причастие — это важная традиция, которую мы должны соблюдать. Скажите, соблюдать? Если честно, то во многих церквях сейчас прохладно относятся к причастию, не хотят тратить время служения на причастие. Не хотят тратиться на причастие. Послушайте, причастие, безусловно, требует расходов. Но мы всегда будем выделять на это средства, потому что это то, что драгоценно. Причастие для нас — это то, что драгоценно. Это особенная традиция, и мы благодарим Бога за нее. Иисус знал, что если мы будем продолжать участвовать в этом действии, воспоминая, то мы никогда не забудем то, что Он совершил для нас. Он это знал. И если вы будете продолжать принимать причастие, вы не забудете, что Я сделал. И поэтому всякий раз, когда мы проводим на наших служениях причастие, это что-то особенное. Если вы привели в церковь нового человека, скажите ему, что это крайне важно. Нужно быть внимательным. Этим мы вспоминаем. Что именно Иисус хотел, чтобы мы помнили? Делайте это в Мое воспоминание. Что именно мы должны помнить? Во-первых, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Когда мы принимаем причастие, это напоминает нам, что Бог возлюбил не только нас, но и весь мир. Мы должны преображаться в образы Иисуса. Не только думать о Его обетованиях и зацикливаться на себе, но помнить о Его миссии. Его миссия — спасать погибающий мир. Если мы, христиане, не рассказываем людям о Боге и о том, что Он сделал для нас, то мы забыли, что Он умер за весь мир, а не только за нас. Он умер за весь мир. Он умер за мусульман, за гомосексуалистов, за алкоголиков, за воров, за блудников, за сплетников. Он умер за всех людей. Мы тоже были таковыми до того, как спаслись. Он умер за всех нас. Он отдал Своего Сына за всех нас. Поэтому причастие напоминает нам также о великом поручении. Мы не должны забывать великое поручение, которое дал нам Христос. Мы не должны забывать об этом поручении. Мы ходим на работу не для того, чтобы просто получить зарплату. Мы должны ходить на работу, чтобы влиять на этот мир. Бог дал тебе друзей не просто для того, чтобы ты имел друзей, но чтобы ты служил Иисусу и влиял на своих друзей. Ты должен не просто говорить своим членам семьи о Боге, но всей своей жизнью показывать, что ты во Христе. И Он изменил твое сердце. Они должны увидеть в тебе перемену. Мы не должны забывать, принимая причастие, что Он умер за весь мир. Иисус пришел добровольно. Его никто не заставлял. Он не делал это, стиснув зубы. О, не хочу этого делать, но неужели все-таки придется? Иисус сам пошел на это. Когда Отец сказал Ему, «Сын, я знаю, здесь, на небесах, здорово, но мне нужно, чтобы ты спустился на землю». Послушайте, Иисус пошел на это добровольно. Он удал свою жизнь добровольно. Просто положил ее за нас. Вы помните, воины в саду пришли арестовать Его, и Он сказал, «Это Я». Они упали на землю. Думаю, Он сам удивился силе своих мышц. Он был плотником, крепким парнем. Он сказал, «Вот я», и они упали на землю. Он послал их в нокдаун. Послушайте, они бы не смогли Его схватить, если бы Он не пошел добровольно. До этого уже были моменты, когда они пытались Его схватить, но Он им просто не позволил. Теперь же Его время настало, и Он позволил им. Он положил свою жизнь. Он желает напомнить нам, что Его никто не убил. Он сам положил свою жизнь за нас. Добровольно отдал Себя за нас с вами. Давайте этого не забывать, друзья. А что еще мы помним? Он нас исцелил. Он послал Слово Свое и исцелил их. Я исцелен, и теперь я здоров. Вы Иисусе Христе. Мой разум исцелен и целостен вы Иисусе. Если вы получили психологическую травму, может, вы были на войне и потрясены ужасами войны, или вы выросли в ужасной домашней атмосфере, если у вас в душе раны, я уверяю вас, Бог может их исцелить. Он может исцелить ваши болезни и раны сердца. У нас у всех были раненые сердца. Он исцелил нас. Он дал нам новое сердце. Он принес нам исцеление. Аминь. Поэтому, когда принимаете причастие, принимайте то, что вы исцелены, что вы теперь целостный человек. У вас есть все потребное. Я устал видеть вечно недовольных христиан, когда Бог уже дал нам все, что нам нужно. Все это дано нам в Иисусе. Эти люди бросаются от одного откровения к другому. Послушай, Иисус отдал за тебя свою жизнь. Все, что тебе нужно, есть в Иисусе. Синди не может заполнить всю пустоту моего сердца. Это может сделать только Иисус. Мои отношения с ней не в том, чтобы что-то у нее взять, но чтобы что-то ей дать. Если вы живете по такому принципу, то вы не будете стараться что-то получить от людей. Даром получили, даром отдавайте. И он примирил нас с Богом. Это так важно. Раньше человек не мог иметь отношения с Богом Отцом. Между ними была завеса в храме. Если ты не левит, ты вообще не войдешь в святое. Не увидишь минору. Хлеба предложения. Мужчины могли входить во двор храма. Женщины были вне врат храма. Люди просто приносили животных и отдавали священнику. Язычники вообще оставались за стеной. Человек не имел отношений с Богом. Но пришел Иисус и примирил человека с Богом. Он вернул нам отношения с Богом. Из-за первого Адама человек был изгнан из сада. Но второй Адам вернул человека в сад. Слава Иисусу! Мы снова идем вместе с Богом и можем приступать к престолу Божьему с дерзновением через Иисуса Христа. Через Его плоть и через Его кровь. Его кровь оправдала нас. Бог Отец теперь видит нас через кровь Иисуса. Мы имеем отношения с Богом. И когда мы просыпаемся или выходим из церкви, то каждый, кто обратится к Отцу, будет услышан. У нас есть право приходить к Отцу и разговаривать с нашим Богом. Это так чудесно. И Он простил нас. Как же это прекрасно. Он простил и прощает нам наши грехи. Кто из вас согрешал после покаяния? Вы рады, что Бог все еще прощает вас? Что Он дал нам не только один шанс? Это была жертва раз и навсегда. Это жертва навеки. Нам прощен первородный грех, все грехи, которые мы совершали до Своего спасения. И Бог прощает нас, когда мы спотыкаемся и падаем. Поэтому, когда мы приходим в церковь и принимаем причастие, мы должны помнить, что даже если мы где-то споткнулись, Бог нас прощает. Мы исповедуем свой грех, просим Бога простить нас, и Он нас прощает. Разве это не чудесно? И Он даровал нам вечную жизнь. Он даровал нам вечную жизнь. Наше упование не только в этой жизни. В понедельник у нас были похороны, и хотя мы печалимся на похоронах, мы знали, что провожаем брата в лучший мир, и наша скорбь не одолевает нас, потому что мы знаем, что возложили надежду на Господа. Мы имеем жизнь вечную. Я знаю, что никогда не познаю, что такое смерть вторая. Возможно, что я переживу первую смерть, если Иисус не вернется раньше, и мы изменимся во мгновение ока. Но я могу умереть первой смертью, отсутствовать здесь в теле, и водвориться у Господа. И мы имеем надежду во Христе, что мы будем жить вечно. Поэтому нам стоит жить для Него. Ему дано имя выше всех имен. Имя Иисуса. Имя Иисуса, пред которым преклонится всякое колено. Имя Иисуса. Иисус даровал нам свободу. Мне нравится читать в книге Откровения, что Он один достоин взять книгу и снять с нее печати. Иисус. Это наш Иисус. Никто, кроме Иисуса, не мог снять печати, и служитель Божий грустил, но вот он увидел, как Агнец Божий снял печати, и Агнец Божий победил. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!